В час ночи пожарные расчёты выезжали на тушение возгорания в дорожной клинической больнице. Сигнал ОЧП на объекте особой важности пришёл сразу от нескольких абонентов. Все они находились внутри главного, первого корпуса. Дым, расползающийся по коридорам, ощутили и пациенты клиники, и персонал. Первыми о зарождающемся пожаре узнали те, кто находился ближе к очагу огня. Однако через несколько минут на ноги был поднят почти весь корпус. Сработал датчик дыма. Автоматика включила систему речевого оповещения. Источник дыма находился где-то на пятом этаже. По крайней мере, там задымление было особенно сильным. На пятом этаже находится отделение восстановительной медицины и деревья. Источник огня пытается найти и пожарный караул, и медсёстры, и местный электрик. Проверяют не только палаты и кабинеты, но и потолочные перекрытия. Проводку могло замкнуть где-то под плиткой. Нет, сейчас они посмотрят, там ещё же выше техэтаж. Техэтаж пошёл. Сейчас там. Часть пациентов соседнего, нефрологического отделения, пришлось эвакуировать на первый этаж. К тревоге люди отнеслись спокойно. Паники не было. Вот не спали, телевизор смотрели. Тут запах шёл, пошёл. Мы вышли туда, там запах сильнее. Сообщили медсестре, а потом пошли, там уже дым. Сработала сигнализация в том отделении. А в том отделении, так понимаю, не лежат пациенты? Там нет, там нет. Нет, там есть для процедуры. Пришлось взломать несколько дверей. В закрытое на ночь и совершенно безлюдное отделение. У пожарных на готове брезентовый рукав. Очаг возгорания был найден за третий по счёту дверью. Назначение комнаты, в которой кроме скамейки и металлического ведра не было ничего, стало понятно сразу. Существование в медицинском учреждении курительной комнаты вряд ли законно. Администрация пообещала взять этот вопрос на контроль. Пациентам позволили вернуться в палаты сразу после отъезда пожарных. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин.